Готов к труду и обороне. Забытый лозунг снова на слуху. С 2014 года комплекс физических упражнений стал обязательным в стране. Попробовать свои силы в спортивном марафоне первыми в этом году заявились школьники Абакана от 16 до 18 лет. Настрой серьезный, все хотят получить золотой значок. К тому же он не только дает право носить награду и гордое звание. Мне это самое нужно, мне это очень нравится. Я хочу это. Ну и плюс это один балл кигает. Запас, если балла не хватает, бывает такое обидно потом. А тут раз и есть. В будущем я хочу пойти на МЧСника и хочу узнать свои результаты и улучшать его. Ты хочешь какой-то значок получить? Ну конечно же золотой, все хотят его. Задание первого дня. Бег на 160 метров и упражнения на гибкость. Но чтобы получить заветную награду, спортсменов ждет еще несколько дней соревнований. Кстати, в мае нормам ГТО исполнится 85 лет. Во времена Советского Союза это была целая отдельная культура. В 1931 году были созданы четыре возрастных ступени. Первая – смелые и ловкие. В нее входили дети от 10 лет. После 23 лет забвения полезная традиция вернулась. Сдать комплекс ГТО сейчас непросто, но не так сложно, как примерно 40 лет назад. Например, в 60-е. Чтобы получить вот такой значок, как высшую награду за участие в этих соревнованиях, юношам от 16 до 18 лет предстояло пробежать 1 км за 3 минуты 20 секунд. На 20 км давалось 46 минут. А прыгнуть в длину нужно было не меньше, чем 2 метра 80 сантиметров. Стоит добавить, к концу 70-х в ГТО поучаствовали более 52 миллионов человек. На сегодняшний день это треть населения России. В коллекции Михаила Скобова десятки значков ГТО. Интересуется ими не только потому, что занимается фалериристикой, но и сам когда-то принимал участие и сдавал непростые для школьника нормативы. Я хорошо бегал. На этих соревнованиях помню хорошо Чарненгорский парк. Тогда были красивые и интересные. Тысячи ребят со всех школ вместе с преподавателями. Иногда приходили родители поболеть, собирались. Мы бегали эти кроссы, прыгали. Нормы ГТО. Мы не из-под палки, скажу откровенно, выполняли. Нам это было интересно. Показать свою силу, ловкость. В Хакасии соревнования проходят не первый раз, но с этой весны по всей республике организовано 10 центров тестирования. А это значит, каждый желающий в течение года может узнать свои спортивные возможности и получить заслуженный значок ГТО. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.